Так же как слепому жуку не дано понять свободу парящей птицей, нам с вами никогда не понять, что в голове умнимых мастеров кунг-фу и идиотов, которые вызывают на бой профессиональных бойцов, будучи полными нулями. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, рвущие плоть жирафы! С вами проект Мойтай СиК и я, Варченко Виталий. Это мега-секретное видео, веками было запрещено к просмотру. Внебрачный сын Люкена и Китаны решил выйти в мир единоборств и захватить все боевые искусства. А начал он, конечно же, с ММА. Стойка гикой гиены и бой начался. А нет, не начался, нужно подойти поближе и снова сделать стойку пьяного журавля под хвостом орла. Но боец ММА почему-то не упал и не убежал, а просто сделал подсечку и повалил мастера кунг-фу на спину. А потом начал издеваться над маленьким и дрыщавым детенышем. Нужно отдать должное ММАшнику. Он не стал сразу пробивать двоечку, чтобы юный покоритель вселенной не отправился в подземный мир Mortal Kombat'а к Шаокану в гости. А просто решил его немного потягать и поломать. Так сказать, в воспитательных целях. Очередной монстр. Это кучерявый парень в синих шортах, который пришел в зал джиу-джитсу, одел боксерские перчатки и сказал «Я хочу проверить, насколько твое джиу-джитсу будет работать против боксера. Что ты будешь делать, когда я буду тебя бить? Просто я считаю, что борьба – это хрень». Продемонстрировать, что будет, согласился наставник школы и заруба началась. По крайней мере, я думал, что сейчас увижу боксера, который работает на отходе, держит борца на прямых, не пускает к себе. А увидел кривого дикобраза, который один раз показал непонятный удар, пропустил первый же проход и сразу проиграл болевым. Но он встал и сказал «Это было классно, но второй раз у тебя не получится». Получилось еще быстрее. Джитсер даже не проходил в ноги, а просто опустил голову кудряшки и сделал удушающий. Что он хотел проверить со своей техникой, я так и не понял. Его бы поборол даже школьник с бутылкой пива. А это официальный бой под громкими заголовками «Мастер секретной школы кунг-фу против непобедимого бойца ММА». Что это за школа кунг-фу, мы можем только догадываться. Наверняка какой-то стиль бобра в семи лучах луны. Но мастер уверенно заявлял, что тренировался 8 лет и достиг совершенства. Между тем, боец ММА был обычным любителем, который согласился на бой, чтобы проверить свои силы, или заработать денег, или просто получить славу за победу над великим мастером кунг-фу в Китае. Бой был феноменальным. Мастер бросился на бойца с серией пронзающих плоть ударов. Но ММАшник выжил. И дикому бобру пришлось подключить всю свою космическую чи и из последних сил ударить еще 5 раз. Вы же знаете, что мастера обладают физухой только на 10 ударов. Ведь обычно их достаточно, чтобы убить любую жертву, даже индийского слона. Кунг-фуисты всегда на них тренируются. Но каким-то чудом боец снова выжил. И еще имел наглость ответить ногой. И правым прямым отправить мастера в горизонтальное положение, в состояние нирваны. И мечты о вкусном саке. А в этом видео здоровенный кабанюра под 2 метра ростом пришел в зал к джитсерам и сказал, что никто не сможет его одолеть в борьбе. Хоть он и не борец, но благодаря бургерам может завалить любого. Вызов принял инструктор, несмотря на то, что он в 3 раза меньше оппонента. Сначала он хотел пройти в ноги, но здоровяк просто выставлял руки и отходил назад. Но потом произошло что-то непонятное. Джитсер сел на пол и зазывал к партеру, как они делают всегда. А толстяк то ли хотел его поднять, то ли на него упасть. Но упал сам, после того, как инструктор зацепил его ногу. А потом молниеносно сделал полевой налог. Все-таки бургеры и саламаса в драке не очень помогут. В этом видео авторитетный мастер кунг-фу 5 стихий восходящего тополя пришел в зал к джитсерам и сказал, что хочет спарринг, чтобы показать, что они здесь занимаются фигней. Вызов был принят. И Mortal Kombat began. Парочку отвлекающих ударов от джитсера ногами и захват с переводом в партер. А потом издевательские лещи по голове в стиле стервы жены, которые она отвешивает бухому мужу после пьянки в 4 часа утра. И как эпический финал удушение из дача мастера. Конечно, по кодексу самураев, после такого позора мастер должен был нажать себе на точку смерти и уйти в астральный мир. Но лучше съесть еще один пирожок и пойти в другой зал. Вдруг там будет такой же шаолинь и получится надавать ему поджогников. А этот редкостный чудак ввалился в зал Грэйси в футболке и в шортах. И даже не переодеваясь и не разминаясь, бросил вызов любому, кто сможет его побить. А он, между прочим, лучший боец своего района. Вызов принял молодой паренек, который даже не обладает черным поясом. И схватка началась. Корявенькие попытки уличника что-то сделать увенчались тем, что джитсер занял полный маунт и придушил его, как удар в мышку. Но ему этого было мало и он захотел реванша. Боец уже понял, что к чему и согласился. Второй бой был еще быстрее и ужаснее. Он упал на пол мордой вниз, после чего его снова придушили. После этого он уже не хотел ничего. Но во дворе он все равно авторитет. А это еще один доморощенный мастер в черном одеянии, который пришел в зал ММА и сказал тренеру, что хочет проверить свою чип. А это все он снимет на видео, чтобы потом шокированный тренер мог посмотреть, когда вылетала молния и огненный шар. Тренер реально был шокирован. Правда не от сверхспособности, а от сверхкрафетизма своего оппонента. Он не показал ничего. От слова вообще ничего. Боец ММА делал все, что хотел. Бросал, ломал, душил. Вот только не бил. Видать сразу понял, кто против него и не хотел разбивать и так уже разбитую голову. Многие из вас наверняка знают Джо Рогана, как комментатора UFC. Но он также обладатель черного пояса по тэквондо, а главное по джиу-джитсу. Будучи в зале, какой-то чудак высказал пару неприятных слов о том, что он только умеет разговаривать и осуждать бойцов, а сам ничего не умеет и предложил ему испытать свои силы. Роган в белых штанах согласился принять вызов. Бой был эпический. С первых секунд же взял гильотину и придушил наглеца. А потом еще пару раз потягал его по татами, так чтобы он точно убедился, что хоть что-то даджо умеет. А это видео с камеры наблюдения в зале. Суть поединка такова. На первую тренировку в зал пришел молодой воин. Он в черных шортах без футболки. И сказал, что уже 8 лет изучает борьбу. И хочет испытать тренера. Достоин ли он его учить? Инструктор согласился и первую схватку начал с позиции на животе. Но уже через 10 секунд он занял полностью доминирующую позицию и делал с молодым Бизоном, что хотел. Несмотря на то, что тут больше по габаритам. За несколько схваток он делал удушающие, болевые на все конечности. И крутил его как хотел. Пока этот дикий вепер не успокоился и не признал, что проиграл. Я всегда говорю, что время, проведенное на тренировках, мало важно. Важно качество этих тренировок. Пишите в комментах, кто из мастеров-чудаков поразил вас больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Они должны знать героев в лицо. А если вы хотите защитить себя от таких мастеров или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные курсы в описании под видео. Также смотрите серьезные видео с моего второго канала в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.